Теперь я уже в концертном костюме. Ага, Свет, убери отсюда, я не смогу. Давай сделай, как и было. Значит, по поводу того, откуда все это взялось и как это пошло. В то время был популярным очень фильм, хорошо прошел, великолепная семерка. Ну и, конечно, он не могло быть. Кто-то должен был откликнуться и отразить это. Это был Михалев Игорь Москвич, который написал, она у него называлась только, типа, я расскажу вам содержание фильма, типа, вот. И она, я даже могу как бы схематично это дело показать, как она была. Доброго слова эта песенка не стоила, но в силу популярности фильма она была ценна, и ее пели все. Мой мустанг глядит вперед, Скоро солнце уж зайдет, Там в глубине прерий Связанная мэри ждет. Одноглазый фермер белую Мою мэрию тащил, Ферму сжег чистую, А семью родную убил. Трое суток без воды Наконец увидел дым. Это лагерь било, Чтоб его прибило год. Если кто-то вдалеке синеет лес, Трое мчат наперерез, Это братчик било, Чтоб его прибило. Если кто-то между дел, Мне вдруг помешать посмел, Рассуждать не стану, С мертвецом достану. Верний выстрел глянет. Верний выстрел глядь. Вот такая была песенка. Ну, конечно, симпатичная, Особо, так сказать, Была она в репетиции, Она была одна, И все было в порядке. Потом, В подворотне, Вдруг, Непонятно откуда, Как бы шансон, да, Не в нашем движении, В каком-то таком Интеллектуально-бардовском, А вот так из подворотня Вдруг появилась песня. Ярко светит луна, Схоронясь за рекою, Под дорогей степной Проскакали ковои Трое верных коней, Три ножа, Три нога, И под верным седла, Три надежных аркана. Вдруг дали огонек, Кони быстро помчали, Это был кабачок, Одноглазо под горней, Трое слезли с коней, Запады подтянули, И в дубовую дверь, Трое смело шагнули, Ярко свечи горят, Виски льются рекою, За дубовым столом, Веселятся ковбои. Вдруг послышался шумом, Стук копыт, Звон гитары, И в дубовую дверь, Громовые удары, Ходит шайка громил, Человек-восемнадцат, И ковбоям троим Предлагают убраться, Но спокойно оседят Три ковбоя усталых, Руки медленно, И потянулись к ногам, Свет пронзительных пуль, Стоны в нем потонули, И десяток громил, Двадцать ног протянули, Ярко свечи горят, Виски льются рекою, За дубовым столом, Продолжают ковбои. Ярко светит луна, Шармят за рекою, На далекую степь Ускакали ковы. Вот такая вот романтика была. Ну, это все было очень давно, И было, конечно, сметено Валом новых песен, Всякого, так сказать, Кантри, Ой, всякого Бартовского, Так сказать. Вот. И как-то было забыто. Но, Я затрудняюсь, Как это получилось, Что наберело, Я не знаю. Однажды, едучи в автобусе, Значит, на Тимиртавовский фестиваль, Я придумал песенку. Как мне казалось, С большой, так сказать, гордостью, Мне казалось, Что я придумал ковбочку и мелодию. Так это... А песня такая, значит, О том, как... Ну, я глядя из окна автобуса На эту степь, Это Казахстан, там это... Какие-то... Ну, не то чтобы стада, А какие-то там группки, Там то коров, то лошадей. Сейчас этого почти не увидишь. И мне, значит, пришло вот Фермер. И вдруг Такая незадача. С недели назад В половине второго На ферме у Гарри пропала корова Ну, и то чтобы он к веле относился сурово, Но все же у Гарри пропала корова Никак не найти Подходящего слова Это же надо... Пропала корова Кто сам воровал Или был обворован Тот знает, куда и как Пропадают коровы И дети в порядке И мама здорово А-а-а-а-а-а Потом выяснилось, что это мелодия американской песни «There's no cam on the brasses». Вот, нет, это не нот всего семь, а просто это в свое время, да, кстати, сейчас я поменяю инструмент. Просто когда ты как-то интересуешься этой музыкой, то там что-то оседает, и оно там уже как-то так кристаллизуется, и ты не замечаешь, как ты это, а ты уже про эту песню забыл, что она была когда-то, и ты думаешь, о, как здорово, как это интересно. А потом двух раз-раз, она такая вся на то, что да, это все уже было. Это феномен этот мне Саша Дульский в свое время, он подарил мне песню «Кобойск». Опять же, это было несколько позже. Приехал он в Караганду, значит, ну и, зная мое пристрастие вот к Банжу, к Питу Сигару, значит, это сам он говорит, вот песня, это, я знаю. Он, мальчик был очень грамотный, Саша Дульский, это ваш земляк. Мы с ним тогда очень дружили, я частенько ездил в Свердловск и с ним встречался. Вот, значит, и вот он, говорит, прочитал он книжку Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». И там есть эпизод, когда Ильф и Петров приезжают в один из городов Дальнего Запада, и там висит объявление в гостинице «Концерт кавбульской песни». И сидит, значит, мальчик, встречается у него, значит, и продаёт билеты. Билеты дорогие. Ну, это же эпизодика, послушать ковбойские песни в исполнении ковбоев, которые вот срань что-то прискачивают тут. Они покупают эти билеты, значит, приходят на концерт, садятся в какой-то холл, в котором это всё происходит. Сидят полчаса, ничего не происходит. Сидят час, ничего не происходит. Никого нет. Публика начинает возмущаться и кричать, что «Коля, как это так, мы будем это самое». Гоните бабки. Поверяется человек. Он выходит на сцену, тащит за собой гитару по полу. И говорит, мальчики обещали прискакать, но почему-то никого нет. Деньги отдать вам обратно у меня, ну, рука не поднимется. Поэтому петь буду я. Хотя петь я не умею, играть не умею. За последний месяц вот так я уже выступал 28 раз, а голоса у меня никогда не было и нет. Так что вам придётся довольствоваться остатками того, чего у меня никогда не было. Вот. И вот он достаёт, значит, и начинает петь. И там в прозе изложено содержание этой песни. Но Саша, как креативный человек и азартный, говорит, как же так? Есть сюжет, и нет на него текста. И он зарифмовал весь этот сюжет и как раз думает, надо придумать какую-то ковбойскую музыку. А потом, а зачем придумывать, когда настоящие ковбойские мелодии у нас никто не знает. Поэтому подобрал готовую. Готовая мелодия Фенка Уильямса. Она называется Crazy Hard. Вот. Когда-то я друзьям ночишкой рыжим мыл, пошёл купаться я к реке. Не хоть одежду я сложил не вдалеке, но брюки кто-то утащил. Неловко, голым среди дня идти домой, но выход я нашёл простой. И стал на дереве, чтоб время скоротать, Своё я имя вырезать. Много лет пролетела. Много лет пролетела с тех пор и однажды Я встретил красавицу гордой лизы. И, конечно, влюбился, Конечно, влюбился, конечно, на ней я женился. И первую ночь я в спальню с ней удалился, Но в спальне лизы мой прелестнейший цветок. Лук-челюсть достает, увы. Наивен был я, но понять я всё же смог, Мешает челюсть ей в любви, И кудри золотистые снимает, друг. И череп голый предо мной Не видел в жизни я таких умелых рук, Доволен я своей женой. Из платья красотка вдруг ватные штуки добыла, Что, честно признаться, меня слегка огорчило. Но я улыбнулся, собрав все последние силы, Что делать мне было. Но только ногу отвинтила вдруг она, Конец, когда я закричал, И вдруг узнал на деревяшке письмена, Что сам когда-то вылезал. В то время, когда мальчишка и рыжий мюн Пошёл купаться на котель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. Но, оказывается, Последствия знал, что не только Дольский Такой грамотный и продвинутый. Читал одноэтажную Америку не только Дольский. АПЛОДИСМЕНТЫ На затёртой плёнке я услышал другой вариант этого же сюжета, Исполненный Сашей Мерзаяном. Значит... Ну, Алик Мерзаян, он решил, что это было в Южных Штатах происходило. И поэтому у него такая слегка амексиканинная музыка, Потому что в Южных Американских Штатах Там очень большое влияние латиносов. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ Я стал развлекаться и имя своё вырезать Маску между телом, и вот солнце село Уж многие годы протекли по Неваде Когда я на дивной красотке женился И в день нашей свадьбы Я мечтой опьянённой женой молодою На сон удалился Вдруг в спальне красотка челюсть свою изо рта вынимает И пышные кудри рукою снимает, что меня восторгает Из платья красотка Огромные ватные клочья рукою костлявой добыла И вдруг отвинтила деревянную ногу свою, о, нечистая сила И вдруг на ноге я увидел знакомое имя И чёрт подери, если в детстве не я его высек на этой дубине На этой дубине Аплодисменты Они обе имеют право на существование И одна другой не мешает И никак не противоречит Что касается, значит, остального Когда мы решили проводить в Тимиртау фестиваль Пришла идея такая А зачем нам чайхана? Ну, как бы чайхана везде Куда ни приедешь, везде чайхана Это с лёгкой руки ребята из Таньяцы Которые были восхищены песней Кима Чайхана, чайхана Чай хороший, как чай Из Грушинки, естественно, как Раковая опухоль распространилась по всей стране И куда ни приедешь, чайхана Мы живём в ковбойском краю У нас пейзаж, как в золоте Макены Ещё золотее Хотя потом я узнал, что, оказывается, золото Макены снимали в Израиле Потому что Гранд Каньон Там съёмки стоят таких денег, которых у них не было А там подыла, там есть такое место Это Тимма Удивительная красота пейзажа, которые нисколько не уступают тем И вот в этом фильме всё, что снято без людей, снято в Штатах Они там запустили этот сам вертолёт И он там снял Они проехали на машине и поснимали А то, где играют люди, снято в Израиле И мы не замечаем подмены, потому что абсолютно всё одинаково Вот Поэтому в Казахстане у нас то же самое Можно было бы снять в Казахстане, было бы ещё дешевле Но они об этом не знали Потому что в Басагабе, Ктауата, там те же самые пейзажи Вот, и мы тогда решили, что давайте сделаем салон У нас уже есть песня про корову И к этому времени уже, значит, когда корова прозвучала на фестивале В Селенограде То, значит, её подхватили там И некий человек, который называется Максат Сарсенбеков Такой басманч серьёзный Вот Он индейец племени Басманч Он, значит, подхватил это Сразу, значит, написал две песни Андрюша Ширяев Тоже Чём я хуже ещё И вот Андрюша как раз дал нам название Салуна Он написал песню Которая прозвучала Впервые прозвучало название Так Вот придётся сейчас перепрягаться Это же очень сложно Через шляпу этот хомутный оденешь Вот теперь Или как Нет, вот так Вот так Вот Есть в Техасе городок Кривописный городок Симпатичный городок Как сам Техас В городке большой салун Под названием Севанмун Вот какой там вышёл Случай как-то раз В салоне Севанмуне У слада для души И девушки, и винные музыканты хорошие В салоне Севанмуне Оставь свои гроши Цедлай свою копылу И прилиню тиши Был салон открыт всю ночь И не спал бармен всю ночь И его помощник Джо всю ночь не спал И такие вот дела А лошадь синяя вошла Улыбнувшись, покосилась на стакан Был на ней большой цилиндр Чёрный глянцевый цилиндр Коль на поясе И на хвосте банты Лошадь горнула Ку-ку И прошлась по потолку Оставляя цепью Грязные следы В ножик стойке подошла Прямо к стойке подошла И прокашлявшись Сказала наконец А потом она ушла, помахав хвостом ушла, И бармен смотрел ей вслед с открытым ртом. Он сказал, ну, слушай, Жо, никогда я не видал, Чтобы виски заедали огурцом. В салоне Сайвенмуне услада для души, Не девушки, иные музыканты хороши. В салоне Сайвенмуне оставь свои гроши, Седлай свою копылу и пререгу чеши. И, значит, когда появилась такая идея, Что создать салон вместо Чайханы, То сразу нужны какие-то правила, значит. Ну, во-первых, салон предполагает, Значит, это пифейно-общепитовское заведение. Значит, там можно что-то покупать для того, чтобы, Значит, нужны какие-то деньги. Мы придумали, значит, доллар, На котором вместо президента у нас была синяя лошадь. Вот это был Саймонский доллар. Там было написано «Фальшиво-монетный двор». Вот, и, значит, вот этот доллар у нас имел хождение. Значит, любой, ну, как всегда, Это же капитализм сплошной. В салоне-то у нас же тогда был совсем другой строй. А в салоне должен быть капитализм, значит. И вот, ну, значит, Каждое выступление оплачивалось. Вот выходит человек, Поёт какую-нибудь песенку. Ваше величество, Хорошо в лесничестве, Кроме электричества, Всё в большом количестве. Получить доллар. А человек приходит и поёт, Камарадо, Моё Камарадо. Получить 10 долларов. И когда люди увидели, Вот Петя не даст собрать, Он присутствовал. Он один из немногих тех, Кто был в этом действии участвовал. И тут же... А? Он один из немногих, Кто в этом салоне побывал. Да-да-да, побывал в салоне. И, значит, и это... Вот, люди видят, что... И тут же на коленке стали создавать песни. Стали вспоминать какие-то... Потому что английский язык принимался как признак кантри. И выходили люди, которые вспоминали какие-то школьные свои эти самые... Хикавый диковый док, Маус, Маус рано-дикок. Получить 10 долларов. Ого! Там сразу начались какие-то... Вот, выбегая, значит, Костя Милеев, который с каким-то диким совершенно... Это самое... Ован Тусейгов Мачуринг. Рассказывал, практически пересказывал текст. Это было очень смешно. Вот. Ну, а дальше, когда на следующий год уже фестиваль объявляется, что будет фестиваль, опишут. А салон будет? Будет. И уже к салону начинают готовиться уже больше, чем к фестивалю. Уже это... Потому что у нас заработать можно. И опять же... Вот. А у нас тут свое жюри, так сказать. Мы в Мариане сидим, отбираем. Ага, это пойдет. Это слабо. Это... Вот что-то переделываем, редактируем. И приводим к какой-то вот такой форме. И что происходит? Начинают герои из песни в песню переходить. И там всякие разные происходят с ними дела. Вот, значит. То, что было привезено, допустим, вот песня. Известная песня, которая была написана в диких прелиях Поволжья. Она тоже пустила глубокие корни на нашей канзастанской земле. Вот. Вот это была песня. Эта песня для сердца от рада. Эта песня лазурных долин. Эх, Колорадо, мое Колорадо. Эй, мой верный дружок Карабин. Эх, Колорадо, мое Колорадо. Эй, мой верный дружок Карабин. Я скачу там, где ветры гуляют. Я скачу там, где спят облака. И громом выстрелом мне подпевает Мой дружок, карабин, мой слуга И громом выстрелом мне подпевает Мой дружок, карабин, мой слуга Я в солунах родимого штата Никогда не бываю один Виски, пиво, маис и бататы И всегда под рукой карабин Виски, пиво, маис и бататы И всегда под рукой карабин Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если не друга встретим мы в поле Мы в обиду себя не дадим Мы, ковбои, с тобой, росковбои Мы, ковбои, с тобой, карабин Ах, мы, ковбои, с тобой, росковбои Мы, ковбои, с тобой, карабин А теперь для тех, кто чего-то в этой песне не понял И чтобы подтвердить, на какую глубину Она пустила корни в нашу канзасстанскую землю На языке канзасского племени басманчей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, значит, и постепенно, так сказать, эти песни стали, ну, всё прибывать и прибывать. Вот, и поехали мы как-то в Казань Там Стас Аршинов объявил фестиваль Значит, трёхдневный фестиваль ковбойской, пиратской А, гусарской, пиратской и ковбойской песни Ну, и мы попробовали участвовать во всех трёх Вот, но выиграли пиратский, ой, этот, ковбойский, потому что там у нас материала было побольше Вот И вот стали появляться герои нашего, так сказать, салуна Ну, во-первых, опять же, ситуация с голубыми штанами в волоску Она, значит, была тоже... Это история волжская Эта песня имеет большие, так сказать, большую географию Я её слышал в разных концах страны С разными вариантами текста Там, где были мировые в полоску трусы, например Там, голубые в полоску штаны Потом какие-то ещё джинсы тоже Вот, ну, мы взяли вот этот вариант, который услышали на Волге Это ситуация, которая, так сказать, ну, абсолютно знакома всем Миссисипи моя, Миссисипи Под веслом блеск вечерней волны За два цента купил я у Сиппи Голубые в полоску штаны Голубые в полоску штаны Мы на лодке с тобою катались Нас теченьем спокойно несло Мы катались с тобой, целовались И посеяли где-то весло Но я время недаром не тратил Ведь мозги для чего-то даны И штаны я как парус приладил Голубые в полоску штаны Но внезапно сменилась погода Ветер дунул с другой стороны И упали штаны мои в воду Голубые в полоску штаны Вечер тихо над нами спускался Ты ушла, не сказав пары слов И один я, бедняга, остался Без тебя, без весла, без штанов Миссисипи, моя Я один посреди тишины Где ж работу найти и купить мне Голубые в полоску штаны Голубые в полоску штаны Голубые в полоску штаны Голубые в полоску штаны Конечно, неуловимый Джо Он не мог не появиться Надоело протирать матрас Я решил отправиться в Техас И в Солуне с Эвен-Муми Вечер погулять хоть обыраз Симпатичный и тихий городок А в Солуне приятный холодок Музыканты, песни кантри Звякает в стаканчиках ледок Ах, как пахнет жареный моис Ох, смотрю, откуда ни возьмись Мчит какой-то всадник с кольтом Эй, колбой, раступись Поднялась тут жуткая пальба Разбежалась площадь и толпа Дым и грохот, звон и топот Городок укрылся в погребах Передал муть в наш покой Садник скрылся в поле жирикольный Сел тут я на форте пьяно И сказал, ну кто это был такой? Музыкант, жевавший пирожок Мне ответил, отложив бонжо А это местный, всем известный Хулиган неуловимый Джо Я тогда спросил его опять Как же это, братцы, понимать? Что такое? Все ковбои одного не можете поймать Что, поймать не можешь? Да почему? Да этот Джо не нужен никому Здесь его ведь никто не ловит И в огне уладимый под тобой Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, появился Джон Гайор. Это такой человек, который ездит все время по штатам, мотается в разные... Иногда бывает, заходит в салон и расскажет о том, чего он такое посетил. Ну, наконец-то Джим Кайот добрался в Митчиган. Зашел в салон, убрал наган и пропустил стакан. Потом в гостиницу пошел с дороги отдохнуть. Там приказал кормить коня, ведь завтра снова в путь. Партьен навстречу бросился, коленки чуть не сбил. Голдорумов за ночлег и ключ от комнаты вручил. Аж Джим Толстяной книги и регистрации жильцов В графу вписал надолго ли, откуда и кто таков. И вдруг глаза от удивления вылезли на лоб. Он увидал, как вдоль строки ползет огромный клоп, Не торопясь, как бы читая строчку до словца. И замер у колонки с номером комнаты жильца. Воскликнул, чем знакомы мне ночлежные дома. Меня в Канзасе тараканы чуть не свели с ума. И с жален злыми олсами я покинул Орегон. Все вымытыли нервы, мы же в штате Вашингтон. Меня в кентукке грызли, как собаки-комары. А в Аризоне я страдал от крыс, чёрт побери. В Техасе от москитов еле уцелел. А в Пенсильвании от блох едва не околел. Глещи в массачу сельцы не давали мне житья. А в Северной Дакоте с мошкарой сражался я. Я в Алабаме пережил налёт без саранчи. В Нью-Мексико от змей едва спасли меня врачи. В айдах аскорпионы искусали мне бока. Я в Колорадо чуть не сдох от пихнева жука. А в Западной Вирджинии я щедро в шеи кормил. В конекте куте пауки меня лишили сил. Я на своём коне немало штатов проскакал. Но будь я проклят, если я когда-нибудь бывал В таком весёлом месте, где клопы без суеты Высматривают в книге номер, где поселился ты. Вот. Ну а для того, чтобы оправдать банзо, значит, я придумал песенку, которая бы рассказывала о том, вообще, зачем я взял в руки банзо. Вот. Одну красотку я любил, и чтоб её пленить. Игру на банзо я решил серьёзно изучить. Сколько раз я мечтал себя в тишине, что о любви я ей пою, и банзо вторит мне. Учился очень долго я, забыв покой и сон. Меня бронила вся родня, гнала из дома вон. А сколько раз я мечтал себя в тишине, что о любви я ей пою, и банзо вторит мне. В боях с рассерженной роднёй учился я играть. Врок, наконец, мотив простой сумел я подобрать. А сколько раз я мечтал себя в тишине, что о любви я ей пою, и банзо вторит мне. Сводил я банзо и бегом к возлюбленной своей. И вот передо мною дом, где не был столько дней. А сколько раз я мечтал себя в тишине, что о любви я ей пою, и банзо вторит мне. Открылась дверь, пора внуш, не ждёт видать гостей. Гляжу, а рядом с нею муж и пятеро детей. И теперь часто мне видится во сне, что о любви я ей пою, и банзо вторит мне. Ну вот... Вы знаете, что там, в южных американских штатах, была гражданская война. Как и у нас, в России. И там тоже были свои белые, свои красные, даже чёрные. Вот. И, конечно, там не могла не появиться песня, которая называлась бы «Гренада». Мы плелись по пустыням Невады, в перестрелках теряя друзей. По ночам раздавались рулады, песен Родины, милые мои. Пели мы о далёком Кентукки, про Техас, Арканзас и Канзас. Эти грубые, хриплые звуки помогали в бою нам не раз. Но, приятель мой, мил, из Орландо, к моему и отряда стыду, не подзелу всё время горланял. Про какую-то караганду После жуткой разборки с Каманчем Я спросил, а скажи-ка мне, брат, Что за место не слышал я раньше? Это раньше зиму или штат? И ответил мне друг по-английски. По-другому он просто не знал. «Знаешь, брат, там не делают виски, Там рубят уголь и плавят металл. Если б ты предоставил мне глобус, Я б тебе показал без труда За Атлантикой и за Европой В центре Азии, Караганда. Местный житель похож на Апачи. Точно так же рубают коней, Но стригутся немного иначе. И бегланы у них покруглеют. А еще там навалом шахтеров Их свободно узнать по глазам По особенным их разговорам Я вообще-то не видел их сам. Мне рассказывал граф из России О загадочной этой стране Там ковбои такие лихие, Что не снилось тебе или мне. И я раньше родное покинул, И пошел я, браток, воевать, Чтоб шахтерам зарплату платили, Чтобы степи ковбоям отдать. Вдруг индейская пуля скосила, До сих пор помню я, как вчера, Моего сотоварища Билла. Умирая, он скрикнул «Кора!» Гондольеры в Венеции дивной, Что вам гордым до нашей беды? Умер Билл молодой и наивный Из-за этой вот караганды. Но отряд не заметил потери И умчался в туманную даль, Билл остался лежать среди прерыв И осталась на сердце печаль. Догорает заря, как сигара, Веселее становится жить, А печалиться, братцы, не надо. И не надо, а песни тужить. И как-то мы попали, значит, Когда мы попали на этот фестиваль к Стасу, То там встретили Борьку Гордона Из Чебоксар. И он предложил нам чудный вариант. А почему бы русские там поют В штатах русские песни, Но ведь кого это в нашей жизни не понимают? И, соответственно, получается, Что надо им объяснять, Про что там в этих песнях поется. И он предложил вариант песенки. Которую мы с Ленкой Мараковым Тут же, так сказать, Довели до багетной рамы. Получилось. Поспел Маис на ранчо, дядя Билла, Ну, дядя Билла, Маис поспел на ранчо, А тетя погибила, гость пригласила. А мы с тобою погулять пошли пораньше, А ну-ка, Чарли, не ругайся, А ну-ка, Джон, не наседай, А ну-ка, Фред, куда ты привешь опять? Ты тут поспел Маис на ранчо, дядя Билла, Ну, а теперь там только кактусы растут. Покуда тетя Пегги, дядя Билла, В карете мыла, почти без мыла, Маис на ранчо, как волною смыла, У дяди Билла, у дяди Билла, А ну-ка, Чарли, не ругайся, А ну-ка, Джон, не наседай, А ну-ка, Фред, куда ты привешь опять? Ты тут поспел Маис на ранчо, дядя Билла, Ну, а теперь там только кактусы растут. Он не одебил, а Харю все перекосило, Когда узнал, что без него на ранчо было. Он среди кактуса с тех пор злой, как Грилла, Попробуй, сунься, схлопочешь в Рилла, А ну-ка, Чарли, не ругайся, А ну-ка, Джон, не наседай, А ну-ка, Фред, куда ты привешь опять? Ты тут поспел Маис на ранчо, дядя Билла, Ну, а теперь там только кактусы растут. Ну, а еще вот из таких песенок я вам спою три штучки. Значит, когда я приехал в Питер, Мне казалось, что уже, так сказать, Ну, салон прекратил существование. В Караганде, в Марианне почти не осталось никого Из тех, кто, так сказать, был у истоков. И уже салон, так сказать, Ну, думаю, все, надо уже браться, И это дело как-то уже в легенду превращать, Писать какие-то мемуары, И как-то это все. И вдруг я узнаю, что есть там некий человек, Который называется Сергей Погорелый, Которому очень понравилась идея Перевода русских песен на ковбойский язык. И он это знамя подхватил и понес дальше. И вот, значит, мы с ним познакомились, И вот несколько песенок у нас получилось совместных. Вот. Поздно. А, ну, это надо на этом играть. Все такие тут. Ой, надо. Надо, не надо. Надо все-таки это соответствовать. Потому что иначе не будет полного впечатления. Поздней ночью в каньоне Камачи Ловят неуловимого джо. Да никак не поймать, а заранчо Одинокое бродит бонжо. А Апачи от злобных каманчей Прячет неуловимого джо. Он в каньоне Камачи от злобных каманчей. Он в каньоне сидит, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Он в каньоне сидит, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Да никак не заснуть, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Да никак не заснуть, ведь заранчо Одинокое бродит бонжо. Может, песенка эта невзрачно Сволна по сковородке ножом. Но гораздо противнее заранчо Одинокое бродит бонжо. Но гораздо противнее заранчо Одинокое бродит бонжо. Жить в степи непростая задача Береженого кольт бережет. Мордобой и стрельба, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Мордобой и стрельба, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Жизнь тащится, как старая клячь Неказистым грилям багажом. Вот отбросишь коньки, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Вот отбросишь коньки, а заранчо Одинокое бродит бонжо. Не стреляй, музыканта, мой мальчик, Оставлял меня дедушка Джо. Вот отбросишь коньки, а заранчо Вот отбросишь коньки, а заранчо Одинокое бродит бонжо. К нам не часто заходит удача, Но назло всем невзгодом дружок. Жизнь прекрасна, покуда заранчо Одинокое бродит бонжо. Жизнь прекрасна, покуда заранчо Одинокое бродит бонжо. Одинокое бродит бонжо. Спят каньоны в прерии, в звездной бижутерии, И туманы белые ходят чередой, Как тонучкой серою над высокой сьерою Пролетел фанерою пожилой ковбой. Граждане хорошие, он скакал на лошади По центральной площади в городе чужом. Он в салон направился, чтобы подзаправиться И опять отправиться в степь искать свой дом. А в салоне гангстеры мужика приметили, Хоть под белорученьки повели с собой. Девочки без комплекса, как родного встретили, Им в запой ударился пожилой ковбой. И горячки жаркие, на кошмары похожие, В жизни парня сделали новый поворот. Без штанов, без лошади, с побитой рожью Снова вышел в прерию старый идиот. Так бывает с каждыми за делами бражными, Кто шуршит бумажными, так что слышно всем. Чтоб не крыть вчерашнее утром трехэтажными, Выбирайте, граждане, сколько, где и с кем. АПЛОДИСМЕНТЫ Он весь как будто на вожденье. Кулак размером с унитаз, Он каждый вечер день рождения Отмечает здесь у нас, В который раз Санчо. Конечно, это Санчо Сранчо. Сранчо в том смысле, что издалека. Санчо, он друг Апачо и Каманчо, И, между прочим, бойфренд вождячим Гачкука. Как много девушек в Техасе, Им прямо скажем нет числа, Он с этим сразу разобрался, Как только мама родила. Ну и дела. Всех полюбить никто не власти, Но почему в конце концов Без крайних прериях Техаса Все дети на одно лицо И без отцов. Санчо, конечно, это Санчо Сранчо. Сранчо из дальних прерий стало быть. Санчо, девчонки лишь о нем судачат. Спасибо, Санчо, что ты умеешь Только любить. Псалун нечаянно нахрянет, Когда его совсем не ждешь, И в миг в салунне поле брани Драка, пьянка и дебош Бросают дрожь, Когда ни цента нет в кармане. И отдан кольца медный гроз, Тут поневоле забуянишь, Раздерешь и прикиклёшь. И макинтош, Санчо. Конечно, это Санчо Сранчо. Сранчо к нам ненадолго прискакал. Санчо, он пьет с рассвета и до ланчо, А после ланчо хлебнул пивко, И жизнь легка. Лишь встреча с Джо Кривым Наганом Способна прекратить дебош. И станет вечер, как ни странно, Удивительно хорош, И ты поешь. Они уходят по английски, Как блудный сын с крутым отцом, Поскольку хлопнули по виске И закусили огурцом и холодцом. Санчо, он возвращается на ранчо. Санчо, прощай, дружище, в добрый путь. Санчо, пусть не страшат тебя комочи. О, Санчо, Сранчо, в салон дорогу не забудь. И в заключении уже пальцами держит гриф. Анекдоты, это я вообще плохо представляю о чем, Потому что я со стороны анекдотов никогда не рассказывал. Чтобы заключить это все, Как бы здесь сначала сходится с концом, Выпивают виски с огурцом. Вот эту песенку придумал Коля Старченков. Белого кобыла была, Ну что за кобыла была? По прериям бела, Как ветер носил. Вот такая кобыла была, И бельный кобылу любил. Ах, как он кобыла любил, Ну и доброго виски, Стакан под сосиски Наш бельный, конечно, любил. Ну и как-то деньжать подкопил, Бедняга застенчивый пил. Отменного виски, огурцов, редиски Однажды бедняга купил, Он выпить конечно хотел, Но только чуть-чуть не успел. Кобылу убила спиртной любви, Вот таков ее горький удел. А дальше какие дела? Увидев, толпа обмерла, Как виски по-русски, Почти без закуски, Кобыла пила из горла. Был так раздосадован бил, Что тут же кобылу убил. Но слезы душили, Когда на могиле писал, Как кобылу любил. С тех пор по всему городку Болтают, приняв по глотку, Что в салон заходил синий призрак кобыл И шлялся там по потолку. И каждый в салоне видал, Как билый от горя рыдал, Когда подсочельник православный священник Собаку свою вспоминал. Убила кобыла была, Ну что за кобыла была, Попрельем била, Как ветер носила, Курила, ругалась, пила. Ну все. На этой оптимистичной ноте, Вот. Я хочу вам сказать, Что осталось всего ничего, Пять книжек. Поэтому я говорю, Вы можете не успеть. Если кого-то заинтересовало. Там есть как раз вот Ковбойские частушки. Вот. Это вот то, что было пацана. Вот. И есть, так сказать, Всякие там Ковбойских немножко песенок есть. Так что вот. Я рекомендую. Нет. Дело в том, что я ночевать не остаюсь. Мы уедем через какое-то время. Так что... Вот. Ну я думаю, что... Ребят, это ваш шанс. А? Это ваш шанс. Да. Вот. Так что спасибо вам. У меня давно не было такого внимательного зрителя. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я найду. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. У нас много приведу, спасибо. Добро пожаловать. Продолжение следует...